Накануне красноярцы почтили память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 22 июня особая дата для всех россиян. В этот день началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества. Подробности в нашем следующем сюжете. Чтоб год за годом, все четыре года, не утихал сплошной девятый вал. 22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра началась война, которая унесла почти 27 миллионов жизней советских граждан. Этот день навсегда вошел в историю нашей страны как самый скорбный. 22 июня, но уже 2014 года ровно в 4 часа по московскому времени красноярцы вспоминают тех, кто пал на полях сражений и тех, кто несмотря ни на что смог выжить. Прошло уже 73 года с той страшной минутой, но ветераны не в силах вычеркнуть из памяти события того дня. Бегал по двору, учащийся в 8 классе, по радио услышал, что началась война. Сразу же в школу с друзьями побежал, хотя это были каникулы. Там много собралось нас учеников. Старший класс нас обрешили идти в военкомат сразу. Пошли на моторот-поворот. Учитесь, вы еще пригодитесь. Здесь мы пошли кончать 8, 9, 10 класс. Окончили военное училище, фронт. В 1941 году война объединила людей. Теперь же в мирное время людей соединяет музыка, которая вне времени, предрассудков и вне войны. Концерт «Музыка мира против войны» на площади перед большим концертным залом – ежегодная акция в нашем городе. Военные произведения в исполнении симфонического оркестра сквозь годы напоминают нам о тех страшных событиях. Именно симфония, как большая форма, способна передать тот драматизм, даже трагедию, которая соответствует тому эмоциональному накалу, который хотят, конечно, преподнести музыканты, и которая точно соответствует всему тому, что произошло в истории нашей Родины. В современных реалиях, когда война идет уже в соседнем государстве Украины, подобные напоминания о цене завоеваний особо актуальны. Чем дольше мы будем помнить, тем дольше мы будем жить, ходить, радоваться. Спустя годы тем, кто никогда не видел войны, сложно представить, что испытали люди. Но пока мы будем помнить подвиг наших дедов, подобные страшные события никогда не повторятся. Юлия Комлякова, Денис Шабанов, Афонтова, Новости.